Ну, сейчас хотелось бы рассказать о том, что по клевете, по ложным доносам не совсем здоровых людей в интернете появилось огромное количество лживой информации по поводу различных ситуаций в Ольском строительном лицее. Хотел бы пояснить, что работаю в этом лице, я уже 5 лет, ну, разные жалобы были, но такой клеветы, таких, такой лжи не было раньше никогда. С чем это связано? Ну, наверное, кому-то кто-то стал неугоден. Меня все спрашивают, почему я молчу, почему я никуда не обращаюсь, чтобы меня там защитить себя. Я не собираюсь себя защищать, потому что я не вижу, от чего и зачем себя защищать. Есть правоохранительные органы, которые должны, и другие органы, которые должны защитить человека, который всю свою жизнь честно и правдиво служил в армии, вот, всегда с любовью и добротой относился к своим подчиненным, награжден правительственными наградами боевыми. Поэтому я очень бы хотел предостеречь всех общественных деятелей, работников прокуратуры, правоохранительных органов, журналистов. Тут нужно, наверное, подключать уже врачей, врачей-психологов, которые поработают с человеком, который за, там, каких-то две недели написал порядка 20 жалоб о якобы тех проблемах или вопросах, которые якобы ей известны, этому человеку известны, который пишет, вот. Но дело в том, что мы должны понимать, что некоторые вещи, которые описаны в этих письмах, жалобах, заявлениях, были очень давно, и они просто не могут быть известны этому человеку. И в это время этот человек был совершенно в другом месте и не имел никакого отношения к Ольскому строительному лицею. И также я хотел, чтобы все узнали о том, что в лице огромное количество детей, которые знают всю правду, знают о ситуации, что она здоровая, вот. И в коллективе люди относятся к детям, как к своим детям, родным, вот, с любовью и уважением. Продолжение следует...